Приветствую вас. Вопрос скорее, наверное, больше философский, вопрос, наверное, скорее, больше морального плана, чем психологического, потому что тут как бы все упирается в личные представления человека о том, что правильный пример, а что нет, что важно, а что нет и так далее. Я думаю, что исходить надо бы, исходить вам надо бы из того, чего вы сами желаете для себя. Вот чего вы сами хотите, как вы считаете, будет правильным. Вот так и надо бы поступать. Потому что, уверен, одни люди скажут, что надо, надо сказать обязательно биологическому отцу ребенка о том, что у него будет ребенок. Мол, как же так, биологический отец должен знать, что у него есть ребенок. Другие скажут вам, ну, собственно, а зачем? Зачем ему знать, если, как вы говорите, он не может ничего дать этому ребенку? Если, как вы говорите, у него нет средств для того, чтобы содержать. Если, как вы говорите, у отца ребенка нет возможности для того, чтобы нормально его обеспечивать. Кроме того, вы же ему здесь остались. Понимаете? И те, и те люди будут правы. Я думаю, что оптимальный вариант будет прислушиваться вам самой к себе и подумать, как вы хотите. Как, исходя из своих моральных соображений, исходя из своих представлений о морали, как вы считаете, нужно ли биологическому отцу ребенка знать, что у него он будет? Нужно ли это? И вот, собственно, ответьте на этот вопрос сами себе. Подумайте о нем как следует. Подумайте, обрадуется ли вы еще и тому, что у него есть ребенок. И начнет признать вам хлопоты. Сможет ли он порадоваться за вас или нет? Что вы, например, выходите замуж там и так далее, и так далее, и так далее. Вот, ответьте себе на этот вопрос. Вы же знаете своего бывшего парня? Вы же знаете, что он же человек? Вы знаете, какой он человек? Вы знаете, что он из себя представляет? И так далее, и так далее. Так вот, если вы знаете, что он из себя представляет, так вам как раз-то, и исходя из этого, нужно принимать решение. Потому что, если человек адекватный и нормальный, то он обязан и даже будет платить вам, например, алименты. Ну, вообще-то он обязан это делать, обязан платить алименты. Если человек неадекватный и эгоистичный, то, соответственно, ни о каких алиментах речи не идет. Ну, по крайней мере, добровольных алиментах речи не идет. И тогда ситуация такова, что говорить вам ему о ребенке будет себе даровать. Если вы знаете, например, что он в силу своего характера будет обвинять вас, что-то вам там предъявляет, что-то как-то стараться унизить, оскорбить, задеть и прочее. То же зачем тогда ему говорить? Вы знаете, что хуже всего в этой ситуации? Решение вы, как бы, концов, можете принять сами. Я уверен, что вы в глубине души его уже знаете, это решение. Оно есть у вас, может быть, в подсознании, но сознание еще не оформилось. На самом деле, ничего страшного, придет время, вы поймете. Тревозный момент другой, что вы пишете, что вам приходится выходить замуж ради ребенка, потому что одна вы его не потянете. То есть получается, что ваше замужество, оно вынуждено, оно по расчету, оно от необходимости. И большие сомнения есть относительно того, насколько это замужество сделает счастливой вас, а значит и вашего ребенка. Безусловно, я не пытаюсь и не стремлюсь отговорить вас от того, чтобы заходить замуж. Уверен, вы сами примете верное решение относительно этого. Просто подумайте, что замужество – это не вынужденное решение. Замужество влечет за собой множество обязанностей, множество последствий, не всегда хороших для вас. И в такой ситуации вам необходимо отдавать себя счет. И готовы ли вы эти обязанности на себе тащить и ради чего? Готовы ли вы, например, играть роль супруги? Готовы ли вы быть супругой для своего мужчины? А если нет, любите ли вы его? Как вы относитесь к нему и так далее? Может быть, не стоит выходить замуж, если вы не уверены в этом человеке? Потому что вам же будет хуже. Вам же будет сложнее быть с ним, жить с ним, проводить время с ним и так далее, если у вас не будет их отношений. И ребенок будет страдать. Ребенок будет, ну, чувствовать все, что происходит между вами, смутим. И он будет, и взяться, по сути, за дело, отражением, отражением того, что происходит у вас с ним, с мужем. Поэтому я рекомендую вам, на самом деле, только лишь подумать. Подумать хорошо о том, стоит ли выходить замуж по необходимости за человека, которого вы, как я понял, не очень сильно любите. Стоит ли это делать ради ребенка? И реально ли ради ребенка вы это делаете? А не ради, например, себя? Не ради, например, чего-то из чего? И так далее. Постарайтесь сегодня ответить на этот вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...